Гордость Фондока. История трудовой династии Конюшенко берёт свои истоки с самого начала основания предприятия. Семья – настоящий свидетель долгого пути развития – от ручной работы до современного технического оснащения. Сейчас здесь трудятся наследники опыта и фамилии Александр и его сын Павел. Мать рассказывала, что лошадьми тягали лес. Потому что, ну а как, не было, кранов не было. Краны только поставили здесь вот козловые в 1972 году. Это была реконструкция завода. Конечно, всё изменилось после модернизации. Цех новый, оборудование. Для них работа действительно второй дом. Пальцев рук не хватит, чтобы перечислить всех родственников, чья судьба связана с заводом. Такие семьи – настоящие хранители истории и образец преданности труду. Кандок меня отправлял учиться в лесотехшколу Бобруйскую на Крановщика. Ну, потом вот Пашу моего тоже туда отправили. Очень сильно помогает. Мы всё время работаем вместе, бригадой, так скажем. Я доволен, что так есть. На сильные плечи отцов всегда можно положиться. И в семье Конюшенко это знают наверняка. Суперпапы Павел Александр и дома успевают выкладываться на максимум. Принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, которое, возможно, станет продолжением трудовой династии. Папа очень заботливый, уделяет мне много времени. Смотря на папу, я хочу стать директором фондока. Ему огромное-огромное спасибо за то, что он у нас есть. Это наша большая опора. Он самый лучший, самый надёжный, самый ответственный. И он очень-очень порядочный. Его очень люблю. Уже в эту субботу страна будет отмечать самый молодой праздник – День отца. Официально новая дата утверждена только в прошлом году. Но 21 октября уже успела стать значимым событием в жизни каждого мужчины, для которых, как в семье Конюшенко, воспитание детей – важная и ценная работа.